Здравствуйте! Это наш Новосибирский программа о том, как сделать комфортной жизнь в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. На каких улицах проведут ямочный ремонт дорог в первую очередь? Какие новшества будут применять в Новосибирске в ближайшее время? И какие принципы создания дворов, домов и улиц в Академгородке опередили время и до сих пор актуальны? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Новосибирск Первая волна паводка пришла в Новосибирск. Уже затопило более 400 участков в садовых обществах Темп и Тополь. На помощь дачникам пришли спасатели. Многие люди пострадали. Некоторые говорят, вода зашла в дома. Сантиметров, наверное, на 20. Садоводов Советского, Первомайского и Кировского районов подтапливает ежегодно. Там немало участков, расположенных в пойме Аби. Ситуацию усугубляет зауженное русло. Местами сами дачники построили заборы и небольшие дамбы, чтобы уберечь участки от подтопления. Но в итоге эффект противоположный. Между тем метеорологи заявляют, серьезных проблем у садоводов не будет. В горах Алтая снега значительно меньше, чем в прошлые годы. А ближе к подножию гор его нет вообще. Дорожная разметка на городских магистралях не выдержала испытания зимой. В этом убедились чиновники мэрии и депутаты, которые проверили отремонтированные в прошлом году улицы. Такая эксплуатационная вещь, которая зима у нас, честно говоря, переживает плохо. Поэтому разметку по гарантии подрядчик будет восстанавливать. Уже с ним проехали, акты ему показали, показали все замечания. Поэтому в ближайшие при установке положительных температур, все выше 15 градусов, будет разметка восстановлена. К состоянию самого асфальта, за редким исключением, замечаний при этом нет. Подобный контроль проводят каждую весну. Если полотно начинает рассыпаться, подрядчик восстанавливает дорогу за свой счет. По гарантии. Добавлю, в прошлом году в Новосибирске потратили на ремонт дорог почти полтора миллиарда рублей. Тем временем в городе начали ремонтировать дороги с применением горячего асфальта. Пока устраняют локальные проблемы, заделывают ямы. Так, например, в Советском районе в первую очередь привели в порядок внушительный участок Бердского шоссе при въезде в Академгородок. Этот трактор идет первым в небольшой колонии дорожников. Роль ответственная. Каждая ямка в асфальте должна быть чистой. Иначе латать выбоины бессмысленно. Мы с утра разделывали плохой асфальт, вырубали отбойными молотками. Сейчас сходит выдуть крошку, которая осталась, и подготовить поверхность для укладки нового асфальта. Вылетит заплатка новая. То есть через неделю, если плохо очистить, она будет рядом с асфальтом лежать. Следом идет ЗИЛ с горячим асфальтом, погрузчик, целая бригада с лопатами. Стандартный наряд для таких работ. Рецепт весеннего ремонта дорог такой. Яму очищают и заливают так называемым прамером. Это смесь битума и растворителя. Она действует как клей. Скрепляет слой горячего асфальта со старым дорожным полотном. Затем остается только как следует разровнять заплатку. Так утрамбовывает асфальт в ямке. Уже через несколько минут по отремонтированному участку можно пускать транспорт. По словам дорожников, такие заплатки надежные. Продержатся на дороге не один год. Если все по технологии производится от двух до пяти лет, мы же проливаем, обравляем края, укладываем в асфальт, он сцепляется и получается единое целое. Работы по этой технологии в советском районе начали еще в прошлые выходные. В воскресенье взяли 9 тонн асфальта и заделали ямы на улицах Приморской и Софийской. В начале недели трудились уже на Бердском шоссе. Ремонтировать дороги с использованием горячего асфальта в этом году планировали только после 6 апреля. Однако подходящая погода установилась в городе на неделю раньше. В конце марта запустили два асфальтовых завода Новосибирска. В ближайших планах ремонта десятки участков. Среди ключевых – площадь энергетиков, Октябрьский мост, улицы Ипподромская, Петухово, Кошурниково и проспект Лаврентьева. Умные остановки и теплосети, компактное оборудование для энергетики, громоздки, металлоконструкции без сварных швов. Это и не только показали в экспоцентре на форуме «Городские технологии». Он проходит каждый год, но на сей раз масштабный как никогда. Участие гостей из ближнего и дальнего зарубежья закрепило за ним статус международного. Какие новшества уже появились у новосибирских энергетиков и городских служб и какие разработки возьмут на вооружение – об этом в нашем материале. Развитие электротранспорта и создание целой сети умных остановок. Выгодные предложения от участников форума «Городские технологии» поступают сразу же. «Привлекали инвестора частного, он делал одну остановку, но дальше не продвигался. То есть здесь речь идет о комплексе. Готовы взять целый комплекс территорий и внедрить вот эти умные остановки. Вот это условие, вот эти концессионные, это будет соглашение, еще какое-то, в любом случае частное государственное, частное муниципальное партнерство. Но это хорошее предложение». Ежегодный форум «Городские технологии» заметно расширился. Сегодня это уже международное событие. Здесь делегаты из Лаоса, Индии и Белоруссии. Это основная площадка форума – выставка «Смарт-сити». На стендах разработки 300 компаний со всей России. Новинка из Новосибирска – высоковольтный прибор учета электроэнергии. Компактная коробка заменяет громоздкие конструкции на столбах. Все показания передаются точно и в режиме онлайн. А здесь новое оборудование представляют теплоэнергетики. О дефектах в коммуникациях теперь сообщают специальные датчики. Груда ржавых труб рядом – результат такого контроля. «Камера или колодцы, ставятся два датчика на одной стороне и на другой стороне теплотрассы. И снимаем показания с помощью компьютера, расшифровываем и показываем место утечки». Точность проверки высокая. Погрешность при таком поиске дефекта не больше метра. Поэтому сразу ясно, какую часть трубы нужно менять. В этом году энергетики обследовали уже полторы тысячи участков городских теплосетей. Размер каждого – от пары десятков до двух сотен метров. По соседству со стендом энергетиков – строители. Новосибирская компания представляет элемент пешеходного моста. Возможно, будущая достопримечательность города. С использованием подобных быстро возводимых конструкций уже построили аэропорт в Симферополе, биотехнопарк в Кольцово и купола в московском парке «Зарядье». При сборке этого выставочного образца полностью отказались от сварки. Футуристический дизайн, самонесущая конструкция, большепролетность от 30 до 70 метров, в зависимости от конфигурации, это может быть выполнено. И плюсом является то, что он может быть выполнен в виде пандуса, то есть без ступеней, без лифтов. Мост предлагают установить над площадью Лыщинского, украсив въезд на левый берег. Там как раз планируют построить надземный пешеходный переход к молодежному чемпионату мира по хоккею. Скорее всего, с ледовой ареной его будет роднить не только сам дизайн, но и исполнитель фасадных работ. Новосибирске выберут лучшие проекты клумб и газонов. В дачной академии начали новый учебный сезон. Активистов-общественников научат эффективно использовать пространство своих дворов. В конце курса они смогут создать свои проекты и представить их на конкурс. Пять лучших обеспечат саженцами. А воплотить их в жизнь помогут агрономы дачной академии. В этом году в городе проводят эксперимент. Активисты ТОСов и чиновники Департамента энергетики ЖКХ вместе поработают над несколькими дворами, которые благоустроят по федеральной программе. А вот чему могут научить основатели Академгородка современных горожан? Об этом рассказывают экскурсоводы музея Новосибирска. Они показывают укромные уголки научного центра, которые могут не заметить прохожие. Вместе с сотрудницей музея Еленой Воротниковой мы прогулялись по дворам и улицам Академгородка и удивились, насколько воплощенные там идеи середины прошлого века актуальны в наши дни. Елена, обычно если иностранец приезжает в Новосибирск, ему советуют съездить в зоопарк и обязательно в Академгородок. Но вот вопрос, если он не попадет в Институт ядерной физики, не посмотрит на наш коллайдер, то чем его может удивить сам Академгородок, его улицы, его дворы? Ну, прежде всего, наш гусь попадет в очень живописную атмосферу, потому что Академгородок строили в лесу, как известно, да, и старались сохранять природу. Сосны, березы и вот такие разноцветные дома спрятались среди деревьев. А во дворах есть что-нибудь интересное? Да, конечно, во дворах тоже своя особая атмосфера в Академовских двориках. Именно в этом дворе на Морском проспекте всегда находилась самая красивая клумба, которой Академгородковцы очень гордились. Вот интересное дело, в Академгородке нету дворцов. Архитектурно, ну не сказать, что выделяется, но почему-то многих манит прямо вот в эти квартиры, в эти дома. Ну, кстати, я могу сказать, что эти дома не могут нам показаться такими скромными, даже некоторые думают, что это классические хрущевки, но просто красиво покрашены, декорированы. На самом деле это полногабаритные дома. В Академгородке даже есть термин «ПГПГшки», как вот называют эти квартиры. И квартиры, они на самом деле неплохие, там высокие потолки, там двушки и трешки, и давали их кандидатам наук, эти квартиры. Наверное, приятно вот так на балкон выйти, попить чаю, птички поют. Да, даже сейчас, да, слышно, как птички поют, как будто это не двор, а мы находимся в лесу в настоящем. Вообще, я обратил внимание, что новых детских площадок практически нет в Академгородке. Это тоже признак местных жителей, может быть, они и к детским площадкам относятся, как к чему-то из детства. Вот оно так было и так будет. А кто знает, вполне возможно, на следующей экскурсии обязательно об этом спрошу. Вообще, всегда очень интересно общаться с жителями Академгородка, потому что они рассказывают такие замечательные истории, о которых, наверное, вот так просто не прочитаешь. Как рассказывают старожилы, когда они выходили, когда были еще маленькими детьми во двор, то можно было найти под скамейкой ежика, например. И также можно было прямо во дворе собирать грибы и ягоды. Ну и для взрослых здесь тоже была устроена особая среда для отдыха. Здесь стояли беседки, здесь были теннисные столы. Ну я не знаю, в этом дворике было ли это так, но в других дворах это было. Об этом нам рассказывают старые фотографии. Поэтому ученые встречались друг с другом не только на работе, но и здесь на отдыхе могли после работы обсуждать какие-то научные дела. Поэтому концентрация научной мысли, она была повсеместна. И вот такие устройства для сушки белья, они тоже сохранились с того самого времени. Ну судя по тому, что веревки сохранились, возможно, это даже используют до сих пор. Вообще в Академгородке есть, наверное, какие-то традиции, которые не совсем понятны жителям других районов. Ну возможно, одна из таких традиций это отсутствие мусорных контейнеров во дворах. Притом это было сразу изначально заведено и подъезжала мусорная машина рано утром и поздно вечером. Мы просто все выходили с пакетами и складывали мусор туда. Вы знаете, не все традиции Академгородка сохраняются на данный момент. Вот раньше был запрещен въезд машин во дворы. Точнее, пространство во двора не было рассчитано на то, что сюда будут заезжать машины. И для них были оставлены специальные карманы. А сейчас мы видим, что машины во дворах присутствуют. То есть уже тогда смотрели в будущее. Сейчас это концепция популярная двора без машин. А уже тогда академики знали. Здесь уже совсем другой мир. Частный сектор, который крайне редко увидишь в Новосибирске. Может, даже вообще никогда не увидишь. Мы сейчас находимся на улице Золотодолинской. Это на самом деле замечательное место. Потому что можно сказать, что отсюда началась история Академгородка. Здесь находится избушка, в которой жил академик Лаврентьев. А где она? Вот здесь она находится. И наблюдал за строительством Академгородка, руководил. И здесь же рядом жили его соратники, его коллеги, бывшие ученики. В палатках, в щитовых домиках. И пока Академгородок строился, они писали диссертации, делали эксперименты. Вот знаете, сразу бросается в глаза вот эти вот заборы. Обычно мы видим металлические заборы или кирпичные заборы в частном секторе. Кто что гораздо. А здесь они все зеленые и деревянные. Это заборы, которые сохранились еще с времен начала 60-х годов. И поэтому это настоящий артефакт. То есть эти заборы помнят Лаврентьева, да? Скамейки вот местами вижу. А они тоже с того времени? Скамейки, решетки для вьющихся растений. Здесь очень много следов старины, которые внимательный путешественник. Вот если присмотрится, то заметит. Вот что мне нравится здесь, что и заборы низкие, и все открыто. Да. Можно пройти. Мы направляемся к коттеджу Михаила Алексеевича Лаврентьева, который был построен для него по указу самого Никиты Сергеевича Хрущева. Дело в том, что Хрущев курировал строительство Академгородка. И когда он приехал сюда и увидел, что академик с мировым именем живет в избушке, он сделал ему строгий выговор. Он сказал, что негоже маститому академику жить в избушке лесника и затыкать окна в стужу подушками. И для Лаврентьева построили особняк масштабных размеров, со всеми удобствами. Там даже была ванна, рассчитанная на двухметровый рост академика. А здесь, на приусадебном участке, до сих пор сохранился бетонный уличный бассейн. Под снегом его не видно, да? Да, сейчас его не видно. Но Михаил Алексеевич прожил здесь всего три месяца и перебрался обратно в свою избушку. Там ему было уютнее. А в этом особняке какое-то время функционировал филиал Дома ученых. То есть здесь проводились вечера музыкальные, танцевальные, такие светские рауты. А сейчас там живет кто-то? Нет. Какое-то время здесь был музей Суран, но сейчас музей на реконструкции. И это здание на данный момент не функционирует. Елена, а как вы думаете, чему может научить Академгородок, его история, его городская среда, жителей остального Новосибирска? Если говорить про городское пространство, то все мы чувствуем, и сейчас современные жители, как хорошо находиться в Академгородке, потому что здесь среда соразмерная человеку. Здесь много природы, здесь красивые дворы. Жители Академгородка сами заботились о своих дворах, сами сохраняли лес. Допустим, если лесные участки, они уставали, по мнению биологов, то вешали табличку, огораживали его проволокой, вешали табличку «Лес на отдыхе», и никто не ходил по этому лесу. Вот это бережное, ответственное отношение к среде, в которой мы живем. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-5003, все выпуски программы «Наш Новосибирск» на канале «Новосибирские новости» в YouTube и в группе ВКонтакте. Также слушайте нас на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok